Геймбой клёвый такой! Ребята, всем привет! Вы на канале Света ТВ, это обзор посылок с Алиэкспресс. Не зря я запел эту песню. Знаете почему? Потому что, ребят, это китайский геймбой. Знаете почему китайский? Потому что у меня был в своё время геймбой ещё в начале... Нет, наверное, скорее всего, в конце 90-х или начало 90-х. Это было где-то середина 90-х. Вот у меня был геймбой, даже начало. И он был немножко других размеров. Я просто вижу коробочку. Спасибо продавцу за хорошую упаковку и наши почки за хорошую доставку. Поиграли в футбол просто великолепно. Что у нас здесь есть? Есть коробка. И давайте её откроем, ребят. Я, честно, прям боюсь представить, что это. Ох, ребятушки! Я думаю, мы будем оба подключать к телевизору. Это будет нечто, вы представляете? Геймбой к телеку. У нас есть также зарядка, но это не microUSB. Я даже не помню, как он называется этот разъём. Он потолще, это просто... Не знаю даже, как он называется. Ребята, напишите в комментариях, как он называется. И вот он сам. Я про мануал. Мануал. Что у нас тут есть? Это называется RetroFS Plus. User Manual. Так. Всё. Ну, хотя бы на английском. Как его коннектить с телевизором тут показано. Так, это нам сейчас пока не нужно. Мы обязательно его подключим. А сейчас давайте посмотрим, вообще работает эта штука и как это вообще выглядит. Ребят, если кто помнит, как выглядел геймбой, но реально он не выглядел таким маленьким. Может быть, у меня рука стала больше с тех времён, но он прям очень маленький. Так, у нас тут есть отсек для батаре... Опа-на! Угадайте, что за батарейка. Батарейка Nokia. Nokia батарейки используются в геймборе. Так. Ну что, так, как он тут включается? Давайте прям вот так вот я сделаю сейчас. Видно? Всем вот так вот прям, чтобы было видно прям в лицо вам. Это финиш. Вы слышите этот звук, ребят? Я сейчас просто вспоминаю игру в Battle City, Contra, Aladin. Ох, так. Всё на китайском вообще просто, ребят. Информация, что ли? Так. Стат, селек, сейчас нам... Что здесь есть? Panda, Капитана Америка. Ребята, всех истериков. Вот, чтобы вам было видно. Попереключаю, да, вот вместе с вами. Так. Что у нас тут? Давайте, я не знаю, но как-то же должно включиться. Сколько тут игр-то? О, есть Contra, ребят, всё. Я нашёл, я нашёл эту тему. Я буду рубиться в Contra. Как её включить? Пошла, ребят, заставочка, заставка Contra. Сейчас рубанёмся. Так. Слушайте. Вау! Давайте, я вот так. Я попробую поиграть, ребят, вот так вот. Вы видите? Вы видите это, ребят? Вы это видите? Вот так вот вам. Тут вообще просто битва идёт. Я не знаю, что я сделаю, но я тут так вот куда-то стреляю. Вау! Ребят, она играет. Я не знаю, сама или я всё-таки играю. Нет, меня убили, кстати. Вот видите, я всё-таки умею играть вот так вот. А вот так не смог я это сделать. Но она играется, ребят. Есть кнопка возврат. Так. Ну, это прикольно, хочу вам сказать. Я думаю, самое интересное, когда мы её подключим, ребят, к этому. Тогда сейчас её вырубим. Пять, ещё пять. Как реально, в девяностых. Ребят, я её подключу к телевизору. И мы её посмотрим на большом экране, что это. Ну, вот уже я реально... Меня жена, наверное, с детьми потеряет. Я засяду в неё и буду просто... Кстати, можно регулировать звук, кстати, есть. Может, ещё не полная громкость была. Может, я вообще всех с ума сведу. Нет, это главное максималочка. То есть, можно, в принципе, выключить звук и рубиться в эту игрушку. Даже не писать, сколько тут вообще игр есть. Тут прям, знаете, сколько? 168 есть игр. И я тут смотрю, есть ещё какой-то второй режим. И здесь... А, вопрос на китайском и на русском, понятно, на английском. То есть, два варианта. Китайский либо английский язык. И вы можете уже выбирать, как вам удобно. Ну, то есть, 168 игр, ребят. В одной маленькой 168. Я думаю, меня реально потеряют на 168 дней. Всё. Прямо я прям кайфую. Если тут ещё будет Battle City игра, это просто я её найду. Есть утки, есть Чип и Дейл. Просто воспоминания из прошлого. Футбол, ребят, есть. А, слушайте. Всё. Я нашёл. Ребята, я нашёл. Угадайте, что я нашёл. Так. Сейчас по звуку попробуем определить. Так. Какой это вот? Смотрите, что я нашёл. Ха-ха-ха. Всё. Короче, ребят, я потерялся окончательно. Сейчас Start. И я надеюсь, вам видно. Вот. Start Stage 1. Вот. Что-то мы тут можем менять. Start. Слышите этот звук? Это Dendy, ребят. Это просто Dendy. Вау. Да здесь всё управление. Так же, ребят. Вообще, просто супер. Ребят, класс. Говорят, в телефонах есть эта игра, но здесь я просто... Аааа, у меня база сейчас. Всё. Давно я не играл. Я реально давно не играл в танчики. Но это просто классно. Всё, ребят, подключаем его к большому экрану. И рубимся, как в старые добрые времена. Правда, у нас экранов были чуть-чуть больше этих. Но мы будем играть на большом экране. Реально большом экране. Всё. Не отключаемся, а подключаемся. Ну что, ребятушки. Ночь была тяжёлая. И мы пришли к тому моменту, что надо подключиться к большому экрану. Всё очень просто. Наш геймбой. Мы включаем провод и большой экран. И понеслась, ребята. Это просто. Это фантастически. Я уже честно скажу, я проиграл немного. И что мы сыграем в первое? Давайте мы рубанёмся. Если кто помнит такую игру, Джакл. Она на самом деле очень такая прикольная. Я помню, в неё раньше играл. На Дензи. Всем, кто из 90-х, 80-х, привет. Вы должны узнать эту игрушку. Кто помнит, это такая мощная игрушка была. Мы так вкратце немножко поиграем в неё. Можем раздавить. Для тех, кто любит давить, для них специально сделана эта игра. А-а-а-а, нас подбили. Вот такая у нас графика. Сейчас мы перейдём в другую игру. Будем вам вкратце, по-быстреньку показывать те игры, которые тут есть. Это пангочка. Очень похожа на Дэйм... Ну, на Марио. Такая, ну... В принципе, мало чем отличается. Кто-то играл в Марио, кто-то играл в эти вещи. То есть, по сути, это одна и та же игра. Вообще ничем не отличается. Это даже сейчас ради приколу вам покажу. Запомнили, да? Вот сейчас мы включим Марио. Она будет идентичная. Марио. О, так, так. Супер, да. Это был Марио. Супер Марио. Так, вот наш Марио. То есть, видели, да? В принципе, никакой разницы. То же самое. Бегает чувачок. Так, вот, тебя дышись. Почему я не могу прыгать выше? Что скажу? Вот. Помните, да? То, что было в Панде, тоже здесь и в Марио. Всё один в один, ребят. Грибочек, грибочек! Поздняк. То есть, наш Марио. Для тех, кто любил в своё время стрелялочки, сейчас покажу одну игрушечку. Это... Ну, это моя из моих любимых одна. Это, допустим, Конта, да? Супер Конта. Или обычная классическая Конта. Есть один минус в этой приставочке. Видите, есть один игрок и два игрока. Поиграть может только один, так как, по сути, сама приставка – это и есть джойстик. Так, алик, хоть не я бегу, я ещё не начал играть. Это была доставочка. Ну, я никогда в своей жизни не играл на таком большом экране именно в 8-битные игры. Ну, мы падим снизу, как настоящие спецы. И как спецы нас преркнули, как говорится. То есть, в принципе, сама игрушка вам понятна, да? Как всё это идёт, как всё это играется. Ничего нового из мира 8-битных игр. Ну, просто сам кайф, что вы вспоминаете, как вы это всё дело играли. И сейчас я вам ещё одну игрушку покажу. Из таких любимых. Вот что вообще есть, какие игры, да? Чип и Дейл, Токган, футбол, Тетрис, танки, драки, страйк-файтеры, кто помнит, уличный боец, утки. Просто 168 игр. Очень много драк таких, ламбининтов. Есть даже Аладдин, кто помнит игры. Аладдин, Angry Birds, Bumberman. Ну, одна из моих любимых игр, в которой я просто сидел, наверное, днями и ночами, приходил в группу, играл, это танчики. Танчики — это, на самом деле, бомбовская игра. Жаль, что нельзя, конечно, не играть вдвоём. Но сам этот звук, ребят. И вот, мне кажется, эта игра самая лучшая по графике из 8-биток, которая вообще существовала. Мы прям сразу начнём в атаку идти, мочить всех. Мы же сейчас не на уровне, не играем. А, сейчас мы доберёмся до этой темы. Надеюсь, они не успеют. Yes! В принципе, ребят, всё, что я хотел вам показать, мы спасём нас, уничтожим всё это дело. Смотрите, ребят, по поводу самой приставочки, как всё это выглядит, да? Она подключается, но мы провод вытаскиваем, у нас уже всё здесь на экране, вы можете играть на самой приставке. Также вот регулировочка звука и понеслась. Всё, что нужно, подключились, и у нас выходит всё на большой экран. То есть, в дороге поиграть где-то, то есть, всё очень достаточно так, но удобненько, прикольненько поездить. Вот, поэтому, я считаю, что это классная вообще покупка. Вспомнить 90-е, для тех, кто из 80-х и конца 70-х, кто родился, это наша тема. Вот, советую продавца. Цена, там, до 1000 рублей, там, по-моему, 700, что ли, где-то это стоит. Это стоит тех денег, плюс не надо никаких батарей, здесь обычный аккумулятор от Nokia, то есть, это у нас, где, Bale 5C, то есть, распространённый аккумулятор, полно, где продаёт, всегда нужно купить. Даже если вы её сломаете, это не те деньги, чтобы переживать. Но зато вы поностальгируете и поугараете. Всё, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.